всем привет вы на канале вяжем дома и сегодня в этом видео я хочу показать вам как связать вот такую шапочку узор называется гусиные лапки шапочка зимняя очень толстая плотная она с отворотом отлично подойдет на обхват головы наверное даже 55 59 потому что шапка тянется очень хорошо смотрите во все стороны и вперед и так давайте непосредственно приступим к вязанию вязать ему шапочку буду дим из таких вот ниточек это стопроцентная мериносовая шерсть 50 граммов 80 метров на спицах номер 4 раппорт узора равняется 6 петелькам вам поэтому для шапочки нужно набрать количество петель кратные 6 у меня здесь восемьдесят четыре петли плюс одна петелька для соединения в круг 85 сейчас мы когда соединил и останется 84 соединяем следующим образом первую петельку с левой спицы переснимаем на правую и вот эту вот петлю с правой спицы набрасываем на переснятую и и спускаем вот тем самым соединили вязание в круг и у нас осталось восемьдесят четыре петли на спицах и теперь мы вяжем установочный ряд вяжется он следующим образом 1 петелька лицевая дальше 2 изнаночных 1 лицевая 2 изнаночных это работ установочного ряда давайте его повторим 1 лицевая 2 изнаночных 1 лицевая 2 изнаночных повторяем так до конца ряда я провязала установочный ряд нам нужно одеть маркер чтобы не запутаться и будем дальше продолжать вязать рисунок первая петля у нас идет вытянутая она вяжется из петли не предыдущего ряда то есть не эту петельку провязываем а вот сюда вставляем дырочку спицу и вытаскиваем лицевую петлю а это спускаем вот таким образом мы провязали вытянутую петельку дальше мы вяжем 2 изнаночных далее нам нужно вывязать из одной петли 3 смотрите между первой и второй петелькой вот так вставляем спицу вытаскиваем петлю делаем накид и провязываем вот эту петлю за переднюю стенку лицевые таким образом мы из одной петли протянула сделали 3 петли вывязали дальше у нас идет 2 изнаночных повторяем опять раппорт провязываем петельку одну из ряда ниже дальше 2 изнаночных далее из одной петли вывязать 3 вставляем отсюда спицу вытаскиваем петлю делаем накид и провязываем эту петлю за переднюю стеночку 2 изнаночных еще разочек повторю из петли предыдущего ряда вот эта дырочка вот отсюда вывязываем петельку 2 изнаночные дальше из петли вывязать 3 вставляем вытаскиваем петлю накид провязали 2 изнаночных таким образом мы вяжем до конца ряда вяжем мы сейчас второй ряд второй ряд вяжется 1 лицевая 2 петельки изнаночные 3 лицевые 1 2 3 2 изнаночные можно сказать да не нужно вяжем вяжем просто по рисунку полотна если идет лицевая ее вяжем лицевой если идет изнаночная петелька ее вяжем изнаночные те которые мы вывязывали из одной петельки 3 их провязываем лицевыми так вяжем и до конца ряда второй ряд провязала до конца вяжем 3 3 ряд вяжем следующим образом опять петельку вытянутую вяжем из ряда ниже провязываем 1 изнаночная затем вот это вот изнаночную петлю и вот эту лицевую нам нужно провязать вместе с наклоном вправо это мы просто вот за передние стеночки провязываем 2 вместе лицевой вот получается петелька на с наклоном вправо дальше 1 лицевая вот эти две петли нам нужно провязать вместе с наклоном влево для этого вот эту вот переднюю петельку так эту и следующую изнаночную разворачиваем чтобы передние стенки смотрели назад и провязываем их вместе 2 одной лицевой получается наклон влево дальше опять одна изнаночная и повторим петельку из предыдущего ряда провязываем одну изнаночную дальше изнаночную лицевую вместе за передние стенки 1 лицевой 1 лицевая петелька и вот это лицевую изнаночную сначала мы развернули и провязали вместе одной лицевой за заднюю стенку все одна изнаночная и повторяем так давайте еще разочек 1 лицевая вот из петли предыдущего ряда 1 изнаночная изнаночную лицевую 2 петельки вместе одной лицевой с наклоном вправо 1 лицевая и вот эти две петельки вместе одной лицевой с наклоном влево петельки развернули и провязали их одной лицевой вместе 1 изнаночная так мы вяжем до конца 3 ряда я провязала третий ряд до конца 4 ряд мы вяжем просто по рисунку то есть одна лицевая 1 изнаночная 3 лицевых 1 2 3 1 изнаночная и повторяем 1 лицевая 1 изнаночная 3 петельки лицевые 1 изнаночная в общем надо лицевой вяжем лицевую над изнаночной петелькой вяжем изнаночную и так мы вяжем до конца четвертого ряда провязала до конца четвертого ряда на раппорт узора высоту составляет 4 ряда теперь мы будем повторять заново с первого по 4 ряд это на шапочка идет с отворотом отворота должен быть быть примерно семь с половиной 8 сантиметров и так мы сейчас провяжем примерно от 7 до 8 сантиметров и я затем покажу как мы сделаем отворот и так давайте вяжем самостоятельно я провязала нужный отворот мне высоты он у меня получился семь с половиной сантиметров вы вяжете сколько хочется вам и теперь нам нужно будет развернуть вязание в обратном направлении вот так вот и первый ряд провязать просто лицевыми петельками для того чтобы у нас не было дырочки после того как мы развернем вязание нам нужно сделать накид вот так просто хоп ниточку рабочую раз нас на спицу все и вяжем просто лицевыми петельками целый ряд а этот накид мы провяжем вместе с последней петлей у нас не будет дырочки и так давайте провяжем до последней петли лицевыми петлями все и провязала вот у меня осталась последняя петля и вот этот накид смотрите мы петельку снимаем на правую спицу разворачиваем накид разворачиваем петлю и провязываем и вместе лицевой за заднюю стенку все у нас не стало дырочки вешаем обратно маркер сейчас мы опять провяжем установочный ряд как вязали в самом начале 1 лицевая 2 изнаночные петельки 1 лицевая 2 изнаночные повторим 1 лицевая 2 изнаночные вяжем так до конца ряда все когда провязали установочный ряд продолжаем вязать также с первого по четвертый ряд как у нас была одна лицевая на ряд ниже 2 изнаночные из одной петли вывязываем 3 2 изнаночные и так далее дальше показывать не буду как мы вязали с первого по четвертый ряд также и вяжем провязать нам наверное надо будет сантиметров 20 но это еще не точно я провяжу померяю и потом вам скажу сколько провязала и так вяжем самостоятельно дальше я провязала нужную высоту мне шапочки вот в таком с отворотом так сколько у меня получилось получилось 20 сантиметров общая длина 27 с половиной и теперь приступаем к убавкам вешаем маркер вяжем следующим образом я кстати закончила четвертым рядом раппорта вытянутая петля 1 изнаночная 1 лицевая и вот эти две лицевые мы провяжем вместе для этого мы петельки перевернем развернем и провяжем вместе одной лицевой за заднюю стенку 1 изнаночная повторим 1 вытянутая петелька 1 изнаночная 1 лицевая вот эти две лицевые вместе за заднюю стенку 1 изнаночная повторяем вытянутая петля 1 изнаночная 1 лицевая 2 петельки вместе лицевой за заднюю стенку 1 изнаночная все и так мы вяжем до конца ряда то есть получается в каждом раппорте вот в этой вот лапки гусиные лапки узор называется вот эти две петельки сокращаем вяжем 1 лицевой я провязала первый ряд с убавками второй ряд мы вяжем просто по рисунку ничего не убавляя так мы провяжем до конца ряда вяжем третий ряд убавок лицевая вытянутая изнаночная вот эти две лицевых провяжем вместе как провязывали в первом ряду их разворачиваем и провязываем вместе за заднюю стенку если вы вяжете бабушкины лицевые петли то они у вас как раз будут как надо и разворачивать их не надо просто провязывать по 2 вместе опять развернули вместе провязали вот еще разочек да давайте повторим раппорт вытянутая лицевая 1 изнаночная 2 петельки провяжем вместе лицевой за заднюю стенку 1 изнаночная все это раппорт получается что мы вяжем лицевая изнаночная 2 вместе лицевой изнаночная и так мы вяжем до конца 3 ряда 4 ряд мы провяжем без убавок просто по рисунку и встретимся в пятом ряду так пятый ряд убавок смотрите у нас как идет лицевая изнаночной лицевая изнаночная лицевая изнаночная просто обычная резинка 1 на 1 и мы теперь все петельки будем провязывать по 2 петельки вместе смотрите нам нужно будет опять петельки развернуть а стопу бабочка смотрелось красиво разворачиваем и изнаночную и лицевую и провязываем и вместе одной лицевой за заднюю стенку и вот так вот у нас убавка смотрится опять лицевая изнаночная развернули за заднюю стенку провязали вместе одной лицевой то же самое повторяем петельки развернули и провязали вместе за заднюю стеночку одной лицевой вот у нас вот так вот получается вяжем так до конца пятого ряда шестой ряд мы провяжем без убавок по рисунку провязала ряд до конца это на 7 ряд не помню уже какой вяжем опять по 2 петельки вместе у нас на спицах все лицевые я опять их разверну и провяжу за заднюю стеночку не так лучше получаются красивее у бабочки и так все петельки мы делаем разворачиваем провязываем вместе петелек уже осталось мало кому неудобно на круговых спицах спокойно могут перейти на чулочные я вот так вот леску вытягиваю и вижу не так удобнее и быстрее я уже привыкла чем на чулочных спицах вяжем так до конца ряда все я провязала до конца ряда на спицах у меня 3 6 9 2 3 6 9 2 13 петелек осталось теперь мы ниточку отрезаем при помощи вот такой вот трикотажной иглы мы все эти петельки просто стянем нам надо просто все все петельки одеть на иголочку все и макушечку аккуратненько стянем вот такая вот красивая макушка получилось в нашей шапочки как цветочек напоминает ниточку выворачиваем на изнаночную сторону и там мы ее закрепим нам останется спрятать кончики и постирать шапочку такая вот замечательная шапка получилось давайте измеряем общую высоту 21 на с половиной сантиметр получилось и практически 30 сантиметров шапка очень хорошо тянется общая и очень надеюсь видео вам понравилось не забывайте подписываться на канал нажимайте колокольчик чтобы не пропустить ни одной моей публикации если остались какие-то вопросы задавайте их в комментариях всем постараюсь ответить вот еще разочек покажу всем пока